Сейчас в этом месте дети посещают различные кружки, здесь же проводятся тематические лекции и праздничные вечера. Кто-то по традиции заходит сюда за новой книгой. В сегодняшнем выпуске программы страницы 17 мы поговорим об истории создания библиотеки номер один в расторговской части города Видное. Закругленные большие окна, невысокий потолок, приглушенное освещение – все это не похоже на описание читального зала и неспроста. На месте, где сейчас расположена библиотека номер один, должен был вот-вот открыться гастроном. Однако все изменилось благодаря неравнодушной жительнице. Библиотека работала на общественных началах, ее создала жительница Расторгуева, балерина Анна Савельева. Выделила комнату в своем доме и попросила своих друзей, соседей принести книги. Здесь, в этом помещении, должны были открыть магазин, но местные жители дружно собрались и предложили открыть именно здесь библиотеку. Что магазины уже в Расторгуеве есть, а библиотека должна продолжать существовать. Здесь, на улице Булатниковская, дом 1, дробь 15, библиотека работает с 1956 года. В следующем году она отпразднует свой столетний юбилей. За целый век сменилось не одно поколение, но каждый считал своим долгом заглянуть в дом книги и передать ей в дар сборник, памятную вещь или фотографию. Так здесь появился Краеведческий музей. Мы стали собирать предметы материальной культуры для детей в основном, поскольку они уже этого нигде не увидят. А у нас можно прийти, посмотреть, в руки взять, пощупить. Мы рассказываем, как эти предметы использовались. В общем, это достаточно интересно для детей. Ну и взрослые тоже в восторге, они вспоминают свое детство, глядя на все это. Краеведение – это наша фишка. Музей вместил в себя вещи русского народного быта, символы советской эпохи. Но первое, что встречает зрителя – статуя балерины, символизирующая женщину, благодаря которой и была открыта библиотека. Все вещи, представленные в Краеведческом музее, отправляют гостей в прошлое и позволяют увидеть, как люди жили раньше и какие вещи наполняли их дом. У нас есть, конечно, самовар, который раньше был в каждом доме в Расторгуеве. У нас есть фотографии старые, где расторгуевцы сидят за столом на улице около своего дома, стоит самовар, и они пьют чай. Но какое же чаепитие без варенья? Его местные жители также делали прямо на улице. Блюдо для Ваньки варенья. Раньше все хозяйки варили вишневое варенье в таком блюде на улице, ставили маленькая самодельная печурка, и на улице варилось вишневое варенье, поскольку сады были у всех, вишни были у всех, варенье все любили. Именно благодаря любви к Расторгуевской части города Видное и сохранению ее культурного наследия в библиотеке никогда не бывает пусто. Здесь проводятся творческие вечера, лекции, а также экскурсии. Анна Ананьева ходит в библиотеку с самого детства. Теперь в стенах здания занимаются и ее дети. Эта библиотека стала практически родным домом. Помимо замечательных книг, которые мы здесь берем и читаем с удовольствием, здесь же есть еще и кружковая работа. Детки собираются за столом и рисуют такие живописные произведения. Людмила Дацко работает учителем начальных классов. С Расторгуевской библиотекой она познакомилась, когда пришла за детской литературой. Всегда с радостью прихожу в библиотеку, просматриваю книги. Ну и, конечно же, все книги, которые самые любимые, это детские, поскольку на них мы воспитываем наши младшие поколения, это первые, четвертые классы. Ну и здесь можно другую литературу в читальном зале посмотреть. Ну, в общем-то, меня эта библиотека привлекла именно атмосферой, оформлением, выставками интересными. То есть, благодаря вот этим выставкам можно вообще узнать об этом месте, в которое я попала как бы в гости случайно. Сотрудники и методисты устраивают в библиотеке различные выставки, приуроченные к праздникам и важным историческим событиям. Ко дню Победы здесь была открыта экспозиция военной техники, советские самолеты, танки, инсталляции мест сражений. Все это было сделано руками жителя Расторгуева Александра Каштанова. О том, как он создавал инсталляции, рассказала его супруга Валентина Анатольевна. Смотрели он, занимался давно, еще как бы с детства, но первыми были самолеты. А потом уже, через какое-то время, он перешел на эту военную технику. В технике понимал, даже в фильмах смотришь, вроде как немецкие машины, а он говорит, нет, это вот наша машина. Даже кино было с ним неинтересно смотреть, потому что он все знал, говорил, как что. Каждая модель – плод многочасового труда. Сначала сборка, потом покраска и даже авторское создание инсталляции из маленьких деталей. На одну модель у Александра могло уходить больше месяца. Покупается это на пластмассе, значит, детальки, детальки отрезаются, склеиваются, ну а в дальнейшем красят. В моделировании были важны методичность и кропотливая работа, ведь важно было изобразить каждую деталь. Очень, конечно, тонкая работа, где солдаты. Техника-то, наверное, попроще, все-таки там детали-то покрупнее. А солдаты – очень тонкая работа, конечно. Это же надо каждую складочку на шинели, на гимнастерке. С особым трепетом Александр Каштанов относился к созданию мест сражений. В отличие от моделей техники, он помещал их в оргстекло и прикручивал винтами к платформе. Конструкция разборная, и если где-то возникала необходимость поправить ту или иную деталь, это можно было сделать, сняв купол. Все это он делал, специальные кустики искал, чтобы веточки вот эти сделать. Травку, вот тут она такая зелененькая, губку макал в зеленую краску, и она сушилась, а потом натирал на терке, и получалась травка зеленая. То есть все сделано своими руками. Два года назад Александра Каштанова не стала. Памятью о нем стали модели, часть из которых Валентина Каштанова передала на выставку в Расторгуевскую библиотеку. Я даже многие сама и не видела. Он же, я же работала, когда я работаю, он же делал вот даже вот тут вот серпы молот на машине. Я даже сама вот так, можно сказать, сейчас некоторые первые его видели. Это очень трогательно, что спасибо нашим девочкам Татьяне Сергеевне и Татьяне. То, что вот они помнят, то, что с удовольствием вот это вот взяли на выставку, я очень довольна. Спасибо им огромное, низкий поклон. Теперь на выставку моделей военной техники приходят посмотреть учащиеся школы. Равнодушным после просмотра не остается никто. Очень сильно заинтересовало и мне очень понравилось, потому что танки, они выглядят вот будто настоящие. Человек их сделал, будто они реальны. Меня вызвало удивление, потому что это такие маленькие детали нужно человеку делать. Нам не понравилось. Там много моделей разной военной техники времен Второй мировой войны. Мы должны помнить, что такое война и стараться не допустить, чтобы это случилось. Мне вот понравились и танки, и самолеты. Они очень красиво сделаны и сами себе меня заинтересовали. Библиотека номер один хранит в себе большую историю и притягивает людей не только литературой, но и разнообразными выставками, тематическими лекциями, а главное атмосферой. Это была программа «Страница 17» на телеканале «Видное ТВ». До новых встреч! До новых встреч!